8 сентября по всей России пройдет единый день голосования. В Алтайском крае это не самое масштабное событие. В нем примут участие лишь 10% электората региона. Разыгрывается более 100 мандатов. 60 избирательных компаний по выборам глав сельских поселений тоже должны завершиться избранием того или иного будущего должностного лица. И все оставшиеся избирательные компании, это в основном компании по выборам депутатов, представительных органов муниципальных образований, которые проходят либо на уровне районного, городского формата. 13 мандатов районного или городского значения разыгрываются в связи с дополнительными выборами, например, в Бийске. Ну а в Барнауле свыше 50 тысяч жителей железнодорожного района будут голосовать за нового кандидата в КЗС от 21 округа. Он займет место Ивана Нифонтова, который сейчас является министром спорта края. Поставить галочку за вашего избранника можно и с помощью электронного голосования. Однако оно доступно не всем. Для выборов такого уровня и депутатов, представительных органов любого муниципального образования, и глав сельских поселений предусмотрено так называемое досрочное голосование, которое длится в течение нескольких дней. Оно начинается за 10 дней до дня голосования в участковых избирательных комиссиях. А вот в Республике Алтай из-за масштабности голосование продлится три дня. Все-таки выбирают главу региона и членов госсобрания Элкурултай. На пост губернатора есть три претендента. Депутатские мандаты должны получить еще 41 человек. По словам эксперта, предвыборная кампания проходила гладко, без скандалов. А сюрпризы можно ждать только от избирательного процесса в госсобрании. Напряженная борьба идет между теми депутатами, кто претендует на место в парламенте от округа. Данил Кузнецов. День с толком.